Пришло время ваших новостей. Сегодня Татьяна Дюфур путешествовала по мордовской интернет-паутине в поисках новостей, которые вы сочли самыми важными и интересными. Смотрим. Сегодняшний интернет-обзор открывает самая главная тема этой осени – грибная. В популярном сообществе города Евгения Сорокина жалуется, что грибов в бескрайних мордовских лесах ей не досталось. В комментариях шутки шутят, мол, в каких местностях ножи произрастают. Остальные пользователи наперебой добавляют фото своей добычи тихой охоты. У одних целая ванная рыжиков, а у других уже даже батарея с оленей даров леса. Места надо знать, пишут матерые грибники. А пользователь Олик Олик прислала фото чудо-гриба и впрямь выглядит необычно. Однако ниже знатоки микологии сообщили, что эта чешуйчатка и вовсе не чудо, а обыкновенное. Вполне съедобный гриб. И все же мы призываем вас быть осторожнее и внимательнее, гуляя по лесу с ножичком. Пост-уюта в маршрутке номер 37 Евелина Халикова увидела необычное дизайнерское решение «Ковер». Подписала заметку с ноткой юмора «Красиво жить не запретишь». Однако пользователи не разделили ее на смешки. Большинству пришлась по душе забота водителя о пассажирах. В грязь и гололедицу не скользко, и салон убирать проще. А некоторым подписчикам и вовсе вид ковра создает уют. Не оценила деревенский креатив меньшинство. Василий Шароватов почему-то решил, что мещанский элемент декора дырку в полу закрывает. Без внимания мы не можем оставить насущную проблему республики – дороги. На этот раз в Ромадановском районе. Роман Лаганов предложил ролик, на котором даже в темноте хорошо видно – дороги нет, разметка есть. Это просто смешно. Вы посмотрите, какие дороги. И просто в этой же ямине нарисована разметка. В комментариях избитые, но актуальные цитаты. Вроде «Дорог нет, но вы держитесь», «Это же Россия» и «Хороший асфальт на дорогах не валяется». Остроумием отличилась Лена Лукьянова, подковырнула насчет вертикального видео. Искрометно. Наша редакция представляет себе видеографов нетрадиционного формата съемки так. Далее обсудим пост Игоря Кондратьева. «О, опасность!» – подписал свое фото автор. На заднее стекло его авто аноним прикрепил записку с угрозой. Дословно. «Еще раз поставишь машину к моему дому – шины будут проколоты». Сетевые графологи определили почерк женский. Ниже отметилась и родственница автора. Говорит, что знает, кто это сделал. Но в ближайшее время ничего не изменится. Машину парковать больше негде. Автор анонимки. Народ понимает ваше искреннее возмущение, но за порчу имущества можно и поплатиться. Блюстители порядка – все еще на стороне закона. Или нет, сомнения добавили видеоролики с канала YouTube. Неравнодушный горожанин обратился к доблестному сотруднику ДПС с вопросом, почему на пешеходной зоне припаркованы машины, а мер стражи дорог не принимают. Инспектор сначала пожаловался на проблемы со зрением, а потом и вовсе заявил, что занят другим, более важным делом. Предлагаем мы вам послушать занимательный диалог. Тротуар свободный. А вот именно пешеходная зона, где даже велосипедисты не могут ездить, все забито машинами. Как это понять? Применем. Нельзя торопиться. Сейчас сообщим. Вот вы стоите, вроде замечается. А что ты плохо видно? Ну как так? Что говорят, плохо. Ну как вам плохо видно? Вот вы стоите, вам плохо видно вот это вот все, да? Безобразие. К слову, ни для кого не секрет, что этот пешеходный островок забит машинами постоянно. Но на это правонарушение ГИБДДшная карательная машина почему-то умышленно закрывает глаза. Закончим обзор на мимимишной ноте. Лайк от редакции. Во время прогулки по Темникову женщине с ребенком навстречу попался вот такой милый лисенок. Часть пользователей опасаются случаев бешенства диких животных. Но Виктор Шаранов уверен, что рыжий несмышленыш просто родился вблизи от города. А Евгений Базаев написал, что лис – хозяин земли Мордовской. Кого ему бояться дома? Комментарий мистическим образом собрал патриотичные 13 лайков. На этом все. Не забывайте радовать нас своими удивительными новостями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова